Не могу сказать, что прошедшая неделя отметилась какими-то чрезвычайными или важнейшими событиями, однако вся эта неделя, безусловно, прошла под эгидой тех ограничений, которые были введены в Башкирии, начиная с минувшего вторника. Башкортостан вошел в список республик и территорий Российской Федерации, в которых введены наиболее жесткие ограничения для граждан в связи с пандемией COVID-19. Понимая, что все эти ограничения никоим образом не могут сказаться положительно на репутации властей и тех, кто их принимает, Ради Хабиров предпринял тактику перекладывания ответственности на своих вассалов и подчиненных. Госпожа Казак, которая, безусловно, попала на свою должность не без прямого участия Ради Хабирова, сыграла на этой неделе роль некого громоотвода, потому что взяла на себя основную обязанность по принятию на себя негатива, который однозначно и зальется со стороны населения и граждан в отношении властей. В частности, руководитель, или, как теперь принято говорить, руководителка Роспотребнадзора Анна Казак заявила на прошедшей неделе, дословно цитирую, жители Республики Башкортостан, кто должен обязательно вакцинироваться, им необходимо сделать первый компонент до 18 ноября, а второй компонент до 18 декабря 2021 года. Работодатели впоследствии могут быть оштрафованы на 100 тысяч рублей, или деятельность их предприятия будет приостановлены, если сотрудники предприятий не вакцинируются вот в эти указанные сроки. В случае отказа делать прививки у работодателя, по мнению Анны Казак, отдельно оговорюсь, появляется право отстранять сотрудника от работы без оплаты труда уже начиная с 19 декабря 2021 года. Каким образом вот эти тезисы совмещаются с российским законодательством, каким образом все вот это совмещается с принципом добровольности прививки, совершенно непонятно. Очевидно, что решение региональных властей вступает в прямой конфликт с массой федеральных законов и законодательных актов, но ни Анна Казак, ни Радья Хабиров этого объяснять не намерены. Складывается впечатление, что, особенно после воздействия на торговые центры, складывается впечатление, что основной целью и задачей региональных властей является вовсе не спасение жизни и здоровья населения, вовсе не прекращение пандемии COVID-19, а всего лишь исполнение плана, который был спущен из Кремля. План этот, напомню, был провален региональными властями, план по вакцинации. И вот теперь любыми способами они будут добиваться того, чтобы люди шли и вакцинировались. То есть, повторюсь, речь идет вовсе не о здоровье, а об исполнении указаний начальства. Ну, если уж заговорили про торговые центры, то на прошедшей неделе из разных источников поступила информация о том, что выручка торговых центров упала на 65%. Так это или не так, мы проверить, конечно, не можем, но с точки зрения банальной логики, это вполне себе правдоподобно. Потому что, действительно, я посетил пару-тройку торговых центров. Кстати говоря, всего лишь помахав в воздухе вот этим вот QR-кодом, никто в него не вчитывался и ни разу его не сканировал. Но я отмечаю, что, конечно, народу в разы меньше. Соответственно, и выручка в разы меньше. Абсолютно пустые фудкорты, абсолютно пустые галереи. При том, что именно торговые центры были, на мой взгляд, наименее опасными скоплениями людей. Потому что, посмотрите, что творится в транспорте или что творится в этих магазинчиках у дома. Вот там вообще просто никакие правила не соблюдаются. То есть, там битком набито, люди входят-выходят, толкаются в тесных тамбурах, обнимаются, прижимаются друг к другу в автобусах. Ну, это нормально. Для Анны Анриевны это вполне, да? А вот торговые центры будем подзакрывать. Но уже прозвучали там какие-то апокалиптические прогнозы о том, что скоро к Белому дому придут манифестации работников, сотрудников торговли, которые будут требовать встречи с Радио Фаридовичем. Но мы же знаем, что уже прозорливо стоят кордоны из специально закаленного стекла у входа в Белый дом. Уже куплены бронированные колеса Радио Фаридовичу на автомобиль. Так что он готов к встрече с любыми неприятностями. Впрочем, самого Хабирова ежедневно устанавливаемые антирекорды в области заболеваемости и смертности от ковид совсем не волнуют. По крайней мере, складывается такое впечатление, потому что, например, на прошлой неделе Радио Фаридович разрешил проведение очередного этапа международного волонтерского лагеря в Уфе с участием, внимание, то ли 13, то ли 15 стран-участниц. Там данные в разных источниках разнятся, но это не суть важно. То есть полтора десятка представителей от разных стран, причем страны эти, знаете, в которых самое оно с новыми штаммами и новыми вариациями вируса. Я перечислю только некоторые из них. Это Ганна, Тунис, Малави, Замбия, Индия, Уганда, Алжир и остров Маврикий. Согласитесь, это передовые страны по борьбе с ковидом, да, или нет? Почему-то в этом списке нет Великобритании, в которой практически уже 100% вакцинировано население, и некоторые другие страны, которые, например, снимают сейчас уже ограничения. Ну, мы сторонники дружбы с Ганной, Тунисом, Угандой, Алжиром. Ну, в общем, welcome, добро пожаловать, Башкортостан ждет вас, новые штаммы, новые разновидности вирусов ковид-19. Пришло время поговорить нам о реконструкции памятника Салавату Юлаеву. Очень много разговоров и даже событий было в последние недели вокруг этого. Я намеренно не заострял внимание именно на самой реконструкции, только вот мы ходили вокруг всяких скандалов. Теперь поговорим о реконструкции. Начнем с того, что аналитики, политологи и люди, которые пытаются анализировать ситуацию в России в целом, отмечают некий феномен, сложившийся в Башкортостане. И феномен этот заключается в том, что любые инициативы власти принимаются населением в штыки. То есть, что бы власти ни делали, это все сначала отрицается. И это именно свойство Башкирии. Объясняется это тем, что местные власти, республиканские власти, Хабиров и его команды окончательно растратили кредит доверия, который был им выдан, условно говоря, три года назад. Наступил такой этап недоверия. Объясняется это тем, что абсолютное большинство инициатив, которые исходили от Хабирова и его команды, были провалены и завершились либо отрицательным, либо нулевым результатом. Речь идет, конечно, и о транспортной реформе, и о реформе питания в школах. Ну и многих-многих инициативах, которые исходили лично от Хабирова и от его окружения, они, в общем-то, только ухудшили жизнь Башкирии. И вот на фоне этого случается необходимость реконструкции и ремонта памятника Славата Юлаева. И здесь Хабиров и его команда попадают вот в эту ловушку недоверия. На самом деле, конечно, реконструкция нужна. То есть, действительно, памятник пришел в негодность. Я оставлю за скобками ту реконструкцию, которая происходила там в 17-19 годах. Была ли это реконструкция или был ли это косметический ремонт? Я не знаю. Надо поднимать документы и смотреть. Но на данный момент действительно есть основания полагать, что памятник находится в предаваренном состоянии. И вот на фоне этого, когда было заявлено, что начнется реконструкция, случилась вот эта информационная катастрофа. На мой взгляд, это именно информационная катастрофа. Власти не удосужились заняться тем, чтобы подробно и заранее объяснить, что они и почему собираются делать. Вот это вот деревенское высокомерие всяких разных бардановых и прочих выскочек, которые волею судеб попали на посты в руководстве республикой, она сыграла с ними злую шутку. Вот эта позиция высокомерного презрения и недоговоренности сыграла с ними вот эту нехорошую на самом деле шутку. Потому что население начало интерпретировать ситуацию так, как оно его начало интерпретировать. Ну, вплоть до абсолютного бреда о том, что готовится похищение монумента национальному герою, ну и много-много вариаций. Повторюсь, все это продукт неумения работать с людьми, с массами, с какими-то категориями, с какими-то группами и какими-то сообществами. Конечно же, сейчас похватились. Забегали, загоготали. На прошедшей неделе Борданов собрал там какое-то совещание Аксакалов в концертном зале Башкортостан, махал картинками, показывал, насколько проржавел памятник, что внутри памятника живут птицы и прочее, прочее. Я вполне допускаю, что это так. Но тут простая есть поговорка народная. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Борданов не удосужился рассказать обо всем этом спокойно, ровно, размеренно, месяца за два, за три до сегодняшнего дня, чтобы подготовить население и вообще всех людей к этому действительно необычному событию. Но теперь приходится делать это в режиме успокоения. Власти не понимают, что памятник Салавату Илаеву может стать Куштау 2.0. Очень просто, потому что люди необразованные не знают, что сплотиться вокруг какого-то символа для населения проще простого. Куштау было символом памятника Салавату Илаеву еще лучший символ, еще более яркий. И сплотиться вокруг защиты его даже от мнимой угрозы – это проще простого. Вот этот момент, вот эти двоечники, они прохлопали. Теперь вот забегали. Ну, посмотрим, что у них получится. В конечном итоге на этом собрании Аксакалов было заявлено, что реконструкция памятника начнется в мае 2022 года, что создается некий наблюдательный совет при, ну, собственно, башкульт наследии, которое будет курировать вот эту всю реконструкцию. И вот этот вот наблюдательный совет Аксакалов будет пристально следить за тем, как будет реконструироваться памятник. И самое главное, что было заявлено, что памятник будет реконструироваться на месте. Ну, хорошо. Понятное дело, что мы, опять-таки, не верим никакому Барданову и будем все это дело воочию проверять. Но, напомню, вот эта вся история очередной раз подтверждает абсолютно непрофессионализм внутри политического блока и администрации главы, и правительства республики Башкортостан. И, на мой взгляд, требует немедленного вмешательства кадровых решений, ну, и скорейшего изменения ситуации, потому что, ну, вот этот мальчик с баллончиком, которого уже, очевидно, подослали из Белого дома, он был единственным способом решения этой проблемы в представлении вот этих Бардановых, Кельсинбаевых и прочих. Ради Фаридовича нужно срочно весь этот сброд удалять из правительства, из администрации тоже. Напоминаю о нашей просьбе отмечать нашу работу. Сделать это очень несложно. Можно просто, например, поставить лайк. Это простой щелчок мышью. Для вас это просто и бесплатно, а для нас это продвижение в системе Ютьюба. Для нас это привлечение новых зрителей, новых подписчиков. Также вы можете подписаться на наш канал, чтобы оперативно и вовремя видеть обновления и новые выпуски. А можете помогать нашему каналу материально. Здесь несколько вариантов. Вы можете перечислить деньги на счет, который мы указываем на экране в каждом выпуске. Вы можете стать нашим постоянным спонсором. Кстати говоря, я очень благодарен тем, кто стал спонсорами в последние недели. Этих людей стало больше. Спасибо вам большое. В общем, поддерживайте канал, помогайте нам. А мы будем стараться делать наши выпуски более информативными, более интересными, но иногда веселыми. Ну а теперь о насущном, актуальном и касающемся также всех нас, о нашем любимом отоплении. Несмотря на то, что осень выдалась очень сухой и теплой, 12 тысяч звонков поступило на прошедшую неделю в так называемый штаб отопления. Мы, наверное, понимаем, что это не были звонки благодарности. Люди звонили в основном с вопросом, какого черта им пришла платежка за 3-5 дней отопления с суммами 5, 6, 7, а в отдельных случаях даже 21 тысячу рублей. Собственно, вот это приняло массовый характер. Не особенно беспокоясь за свою безопасность и благополучие, топливные власти нашего региона не хотят, отправились в телевизор. И там что-то так очень вяло и как бы с таким высокомерием объяснили, что платить все равно придется, никуда вы не денетесь. При этом гражданка Попова, директор компании «Теплосбыт», которая входит в структуру БАШ-РТС, договорилась до того, что с барского плеча она согласна принять оплату за отопление в рассрочку, по сути, в кредит. Когда ресурсник может предложить рассрочку для жителя и при каких условиях. Есть условия... Вы представляете, здесь есть кредит за отопление. Смотрите, мы же сами, как правило, выбираем, в какой квартире жить. Действительно, пенсионеры, много пенсионеров звонило, живущих в трехкомнатных квартирах, 75 квадратных. Дожили мы до того, что тепло батареи мы можем оплачивать теперь в кредит. Спасибо огромное гражданке Поповой. Снизошла, облагодетельствовала население. Но жалко, что мадам Попова не уточнила, под какие проценты она готова осчастливить нищих пенсионеров, студентов и многодетные семьи, принимая от них оплату в рассрочку и в кредит. Но я понимаю так, что ситуация эта не будет меняться. И, как я уже говорил, вот эти вот отопительные власти, так я их называю, будут насмерть стоять за тот максимальный по России тариф, который установился в республике Башкортостан. Опять же, ни слова не прозвучало про то, что тариф можно пересмотреть, что надо бы его пересчитать. Давайте разберемся, насколько он справедлив. Нет, об этом говорить мы не будем, заявляет нам гражданка Попова, настаивая на том, что мы будем платить столько, сколько она хочет. Давно мы не говорили о долевом строительстве. Несмотря на это, некие процессы в этой сфере происходят. Около полутора сотен объектов, напомню, у нас в республике находятся в состоянии недостроя. Республика не справляется с теми планами, которые установлены ею федеральным центром, но кое-какие вещи происходят. Давайте по порядку. Первое, что привлекло мое внимание на прошедшей неделе, это возбуждение второго уголовного дела в отношении одной из компаний, Кирилла Бадикова, вот той самой пресловутой группы компаний «Госстрой». Речь идет о компании, которая занималась строительством ЖК «Московский». Дольщики категорически не понимают перспектив своих, теперь в дальнейшем, кто же будет достраивать, потому что компания «Садовое кольцо» пока отмалчивается и не дает точных объяснений ситуации. Дольщики ЖК «Московский» обратились к радио Хабирову с требованием разъяснить ситуацию, возлагая на него ответственность за то, что он привлек компанию «Садовое кольцо» как некую панацею и способ решения их проблемы, но проблема их не решается. В общем, ситуация подвисла. Перспектива уголовных дел весьма туманная. Там уже два уголовных дела. Непонятно, во что они выльются, пока они возбуждены в отношении неопределенного круга лиц. Хотелось бы некой определенности. Если кто-то уж возбуждает уголовные дела, давайте покажите нам конкретные персонажи, чтобы понимать перспективу ответственности и возмещения ущерба, если таково имеется. Второй новостной эпизод из этой сферы как-то меня немножко ошарашил. В частности, ошарашил своими масштабами. МУП «Служба заказчика и технического надзора», структура, принадлежащая мэрии Уфы, подала иск в арбитражный суд, почему-то в арбитражный суд, к своему бывшему директору на сумму 1 миллиард 490 миллионов рублей. Вдумайтесь в сумму, да? Причем этот иск с требованием вернуть активы в лонопредприятие. Мы уже говорили о том, что там произошла странная история. Вот этот МУП «СЗТН», которому было поручено решать проблему вот этого пресловутого Менделеевского треугольника, долгостроя которому уже 15 лет, вот эта оошечка, созданная при МУПе, почему-то на себе сконцентрировала все лучшие активы и потом вообще перестала быть государственной. В общем, видимо, речь идет о том, что МУП «СЗТН», после того, как сотрудники Федеральной службы безопасности посетили мэрию Уфы и изъяли документы, этот МУП всполошился и решил изобразить какую-то деятельность. Я переговорил с дольщиками ЖК «Менделеевский», ну, просто пытаясь понять их отношение к этой ситуации. Они обратились еще и к прокурору городскому. Надо отдать должное городскому прокурору. Он выехал на место и вставил в тык этим подрядчикам, которые там никуда не торопятся. Были даны очередные обещания, что к 1 ноября будет заведена вода в секцию «Д», там еще к каким-то дням чего-то случится. Так вот, дольщики ЖК «Менделеевский», честно говоря, поразили меня тем, что они окончательно разуверились во всех этих обещаниях, обратили внимание на то, что опять все эти обещания на словах, а не на бумаге. В общем, ситуация вокруг ЖК «Менделеевский» пока, на мой взгляд, остается прежней. Кроме, за исключением того, что, по-моему, случился второй виток разграбления вот этого объекта, потому что с приходом нового застройщика, ну, по сути, нового застройщика, случился новый этап строительства домов, новые дольщики, пускай даже через искрового счета, и новые обещания, новые обязательства. Честно говоря, ситуация, на мой взгляд, стала еще более угрожающей, чем была до этого. Впрочем, хорошие новости тоже есть. Я говорю о ЖК «Серебряный ручей». 249 дольщиков по заявлениям властей получат денежные компенсации от фонда «Дом.РФ», вот дольщики этого «Серебряного ручья». Тоже многолетняя история, тоже долго, нудно, мутно разбирались, 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 в конечном итоге все равно пришли к банкротству. 249 дольщиков получат деньги обратно. Не называются сроки выплат, к сожалению. Не уточняется, есть ли в бюджете «Дом.РФ» заложены ли деньги на эти квартиры. Мы знаем, что в 2022 году «Дом.РФ» существенно, я бы сказал, резко снижает наполнение своего бюджета. Питаются они в основном за счет федерального бюджета. Но будем надеяться, что исполнят свои обязательства. Хотя, конечно, это полумера в том смысле, что люди получат свои деньги по цене квадратного метра, который они платили много-много лет назад. Естественно, сейчас на фоне всплеска цены на жилье, на эти деньги нельзя даже купить половину квадратного метра аналогичного жилья. Но хоть что-то люди получат обратно. Закончим выпуск почти веселой новостью. Я говорю о том, что апелляционная инстанция арбитражного суда оставила в силе решение требование о возврате 115 миллионов рублей, которые были выплачены за те самые пресловутые пиксельные елки. Но мы помним эту историю, когда хозяйственное управление администрации главы Республики Башкортостан внезапно истратило, по-моему, 150 миллионов рублей на покупку пиксельных елок. Но начиная с того, что это совершенно непрофильная задача для хозяйственного управления администрации главы, и заканчивая ценой на эти елки, все это вызвало бурный интерес и, в общем-то, в конечном итоге скандалы разбирательства. Отмечу отдельно, что никто из числа руководства хозяйственного управления не ответил за это деяние. Мне вообще странно, что по поводу этой сделки не возбуждено уголовное дело и не разбирается сам процесс покупки. Очевидно, что там есть какая-то коррупционная составляющая. То есть не могло такого быть, что суд признает чудовищное завышение цены, требует вернуть большую часть денег, 115 миллионов из 150, обратно в казну государства, и при этом никого даже не подозревают в каких-то таких коррупционных проявлениях. Это очень странно. Не странно, что Ради Хабиров отстоял своих сотрудников, которые такими махинациями занимаются, но вот то, что правоохранители не интерпретируют это как преступление, для меня странно. Мне очень интересно, какой разговор теперь состоится между сотрудниками Белого дома и сотрудниками этих поставщиков, которые в конечном итоге должны вернуть деньги. Это ООО «Клерлайт» из города Красногорска, которое продавало эти замечательные елочки. Ну, в моем воображении этот разговор должен быть примерно таким. Ну, что, братан, придется денежки-то вернуть. Не, братан, это тебе сначала придется денежки вернуть. Ну, в общем, вот примерно так должны сейчас выстраиваться отношения между этими партнерами. Я не знаю, в какой пропорции там были поделены вот эти 115 миллионов рублей, но государство настаивает на том, чтобы эти деньги были возвращены внутрь бюджета. Хотя, к сожалению, я нисколько не сомневаюсь, что и повторно хозяйственное управление главы Республики Башкортостан направит их на какие-нибудь странные бредовые цели, типа покупки красивых туй для резиденции Радия Хабирова, или покупки электромобиля за 2 миллиона, который недавно тоже был куплен для Радия Хабирова. Зачем ему электромобиль? Причем это не Тесла, это такая машинка, которая ездит по полю для гольфа. Зачем Радию Фаритовичу машинка для поля для гольфа? Я не знаю. Да и в гольф-то у нас особенно не играют, хотя, возможно, мы чего-то просто не знаем. Мы более или менее вошли в рабочий ритм после выборов, и каждые две недели у нас по воскресеньям стрим. Завтра в воскресенье, 17 октября, у нас очередной 44-й стрим открытой политики в 9 часов вечера по уфинскому времени. Подключайтесь, поговорим, обсудим. Вопросы я вас прошу присылать в комментариях вот к этому нынешнему, сегодняшнему видео. Это самый простой путь. Мы все вопросы обязательно прочитаем и обсудим завтра на стриме. Так что пишите, задавайте вопросы, пообщаемся. Редактор субтитров А.Семкин